Первый звонок из Егрлыкского района. На хуторе «Заря» три сотни жителей и просят установить ФАП. Сейчас до врачей добираться далеко. Много детей. И чтобы попасть на Медицинское учреждение, нужно 20 километров преодолеть пути. К концу года ФАП на хуторе начнет работать, докладывает глава Минздрава. Затем на связь выходит Оксайский район. В поселке Возрожденном уже две недели нет воды, сломалась водонапорная башня. Министр ЖКХ заверяет, из оплосного бюджета уже выделены средства на замену двух башен. Давайте тогда так определимся. До 1 октября текущего года мы записываем срок исполнения поручения. По исполнению мне доклад. Ну, люди там на месте увидят, что вода пошла, значит работа сделана. Жильцы 410 домов в Кулешовке попросили губернатора поскорее выделить бюджетные деньги на строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления. Свои 12 миллионов они уже потратили на проектные работы и подводящие сети. Василий Голубев поручил Минсельхозу 10-дневный срок доложить о разрешении ситуации. Ну вот потерпят они еще раз, я услышал слово 22-го года, еще раз будут искать деньги на новый проект, что ли, или на корректировку проекта. Значит, срочным образом, буквально с завтрашнего дня, погружайтесь лично в эту тему, значит, смотрите ситуацию таким образом, чтобы работу завершить в 2019 году. Жительница Каменско-Шахтинского попросила содействия в обустройстве спортплощадки в микрорайоне Лиховском. По словам городоначальника, новая площадка с современным покрытием и тренажерами появится к 1 ноября. Губернатор пообещал лично проверить, как идут работы. Я побываю, посмотрю, что у вас там получится. Не будем там все проблемы обсуждать, их там предостаточно в поселке Лиховской. Значит, и какие-то из них, насколько мне известно, начали решать, в том числе после обращения людей ко мне. Жительница Азова обратилась с просьбой о капремонте школы номер 3. Проектно-сметная документация будет готова к концу года, рассказал городоначальник. К концу декабря по обращению жителей Новошахтинска капитально отремонтируют дом культуры в поселке Новая Соколовка. На эти цели из областного бюджета направлено 66 миллионов рублей. А по решению Василия Голубева дополнительно будет выделено почти 3 миллиона на новые кресла, звуковое и сценическое оборудование. Анна Туполева, Мария Индрикова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дон.